Сейчас особое внимание уделяли и развиваем эту тему, будем уделять именно избирателям, которые возвращаются с фронта. Это люди молодые и активные. К сожалению, многие получили увечья разного рода. И это особая категория, к которой мы должны относиться с особыми. Они за это кровь проливали. За то, чтобы власть избиралась так, как следует. Вот зачем идет специальная военная операция. Кровь наши парни проливают, чтобы власть могла избираться как следует. Спасибо, Элла Александровна. Теперь мы все поняли. На самом деле, тема серьезная. Дело в том, что если уж Памфилова-то об этом говорит, значит, каким-то образом до нее доходят эти настроения, эти обсуждения. В самом деле, пацаны в окопах очень хотят, чтобы в стране был порядок, а не бардак, как сейчас. На самом деле, пацаны хотят, чтобы власть избиралась, а не то, что происходит при Памфиловой. Кто-нибудь вообще в современной России верит в выборы за редкими исключениями? Немножко в Архангельске, немножко в Якутии, немножко в Хакасии. Какие-то крошки демократии сохраняются в нашей стране. Но вот эти люди, которые с фронта возвращаются, которые в окопах сидят, о чем они думают? Сидя под проливным дождем, по колено в воде, или мерзнут в холодное время года, или без воды переносят жару? Они задаются всеми этими вопросами. Вот они-то в ближайшее время и станут настоящими рассерженными патриотами. Не Стрелков, не Пригожин, вечная память. Не Когорлицкий или там Атраковский. Простые парни с фронта сейчас будут задавать все эти вопросы. Потому что сейчас у нас начались выборы. Они продлятся целых три дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Огромное количество новостных порталов рассыпается в похвалах. Молодец, Памфилова! Как прекрасно все настроено! Как работают все системы! А вот реальность! Так, ну вот хочу проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы. Как нас призывает действующая власть. Вот захожу по ссылочке. Медленно, но загружается. Проголосовать все непременно. Открыто подтвердить участие. Подтверждаю. Ой, что это такое? Нельзя проголосовать? То есть избирательного участка нет, сайт не работает. Прекрасно. И это уже не первый заход. Вот оно! Ожидание – реальность. Москвичи пожаловались, что не могут удаленно проголосовать на выборах. Так как им не приходит СМС с кодом. Компания Интермобилити, ответственная за доставку сообщений, рассказала, что столкнулась с кибератакой. Избиратели получат СМС просто с небольшой задержкой. И смогут проголосовать, заверил совладелец компании Даниил Титаренко. Кто бы мог подумать, что в условиях гибридной войны, в том числе кибернетической войны с Россией, будут взламывать не только сайты каких-нибудь там, школ, поликлиник, но попытаются взломать систему голосования. Что, ну, слушайте, к этому же ведь никто не мог приготовиться. Летом лесные пожары, к этому нельзя приготовиться. Зима, снег выпадет, к этому невозможно приготовиться. То, что у нас осенью будет вспышка гриппа и ОРВИ, которую обзовут, что это вспышка коронавируса, к этому тоже невозможно подготовиться. То, что у нас с привозом огромных масс мигрантов в страну будет нарастать всякая экстремистская деятельность, террористическая деятельность, уголовная деятельность. У нас будет не выдерживать система образования, система здравоохранения. К этому невозможно подготовиться. И к тому, что украинцы на выборах будут взламывать систему, и люди проголосовать по ней не смогут. Нет, ну к этому, вы же поймите, есть пределы возможностей человека. Для наших чиновников это за гранью возможного. Что могут они делают? Бабосики посчитали, это они могут. Подумать на полмысли вперед, это уже, знаете, это пусть в школе думают. Вот учителя дают задания, дети пусть решают, но те дети, которые с задачами справляются, они чиновниками стать не смогут. Вот самые тупые, самые беспринципные, вот они смогут делать карьеру. Вот это вот современная путинская Россия. Спасибо, Владимир Владимирович. Элла Памфилова, я очень рад, что она об этом заговорила. Что да, парни на фронте, они реально хотят, чтобы власть избиралась. И что-то мне подсказывает, что для Кремля, для администрации президента в ближайшие годы это будет большущая проблема. Друзья, если согласны, ставьте лайки, пишите комментарии, помогайте на Ютубе продвигать этот ролик. На выборах мэра Москвы за два часа ДЭГом электронным голосованием воспользовались 41 353 избирателя. Наибольшая активность отмечена в период с 9.20 до 9.40. Зампредседатель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Масух сообщил, что система была готова к такому наплыву. Простите, откуда наплыв взялся? Вот людям больше делать нехрена. Они в пятницу такие проснулись, зубы почистили, пошли на работу. И в 9.30 как по команде стали голосовать? Элла Александровна, вас это не смущает, никаких вопросов не возникает. Я почему-то уверен, что это полицейские, учителя, врачи, росгвардейцы, военнослужащие получили приказ, а сейчас вот достали телефончики и проголосовали, потому что нормальный человек проголосует в другое время. У него на работе дел хватает. Минцифры запустила на базе госуслуг портал «Я в России» для жителей новых регионов, сообщает глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Когда эта новость появилась, мне сразу несколько человек написали, Паша, мать их за ногу, какого хрена, что за тупой спектакль? На какие дебильные проекты спускаются деньги? Какие еще порталы для жителей новых регионов? В Донецке интернет, отвратительный, в Луганске его вообще нету, в Херсонской и Запорожской областях подконтрольных России вообще нету интернета. Какие нахрен порталы, люди на этих новых территориях, на бывшей Украине, они на эти порталы даже не зайдут. У них нет такой физической возможности. Они не смотрят наши выпуски, ну почти. Кое-кто смотрит, кое-кто даже комментирует, новости присылают. У нас есть активисты, которые новости с Новороссии отбирают, присылают. Окей, но это капля в море. Вы нахрена тратите бюджетные бабки? Прошло пару часов, уточнилась информация, все понятно. Оказывается, этот чудесный портал разработал сын Медведева. Сын Дмитрия Анатольевича, это наша золотая молодежь, наша элитка. Он не поехал на фронт. Сын бывшего президента, нынешнего замглавы Совета Безопасности, он не поехал на фронт. Он не поехал в госпиталь кому-то там раны перевязывать. Он поучаствовал в нормализации жизни. Он внес свою лепту. Он сделал портал. И теперь, я вас уверяю, пройдет пару месяцев, ему еще орден повесят. За заслуги перед Отечеством. Ведь этот портал, это самое нужное, самое важное, что вот сейчас люди. Вода, отопление, лекарства. И это все фигня-чепуха. Без портала они жить не могли. Теперь, благодаря Медведеву, теперь у них жизнь расцветает. Далее в этом выпуске. В Брянске и других регионах. Новые атаки дронов. Пожары в Москве на заводе «Салют» издания Федеральной таможенной службы. Илон Маск тайно приказывал отключить Старлинк в районе Крымского побережья в прошлом году. Собянин анонсировал представление искусственного интеллекта к каждому школьнику. В начале учебного года из школы 338 Невского района одновременно уволились 17 учителей. В Калининграде коммунальщики подали в суд на пятилетнюю девочку. Суточная переработка нефти в России за последнюю неделю августа снизилась почти на 240 тысяч баррелей. В Московской области пресекли канал фиктивного учета мигрантов. Продолжаются рейды в этнических общепитах Хабаровска и, в принципе, по всей России. Но УАЗИ торжественно открыли автомобильный завод Солерскарга. Ну что ж, главный международный скандал прошедших суток это Илон Маск, который в интервью сообщил, да, ребята, поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Старлинк на всем пути до Севастополя. То есть он его даже не отключил, он отказался его активировать, включить. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта. Вдумайтесь. Во-первых, Илон Маск неоднократно высказывал свою позицию, что по ставкам вооружений конфликт затягивается, жертв будет еще больше и так далее. И давно он говорил, что надо договариваться, и он предлагал свой мирный план. Но это не главное. Илон Маск, это, конечно же, бизнесмен. И ему очень важно, с одной стороны, чтобы не страдала репутация его компании. А с другой стороны, где можно заработать больше денег потенциально? На Украине или в России? Простите, пожалуйста, но любой бизнесмен, любая корпорация обязана думать о рынках сбыта. Илону Маску, несмотря на все какие-то там политические там вопросики, очень важно оставлять открытым окно возможностей захода на российский рынок. Потому что, на самом деле, Илон Маск, конечно же, продвигает кристально ясную глобальную повестку, чтобы весь интернет в мире поставлялся через его спутники. полная глобальная монополия. И тогда никакой Роскомнадзор не сможет решить, что россияне будут смотреть или не будут смотреть. Спутники Илона Маска будут сами решать. Илон Маск, его люди будут решать, что какая информация будет доступна, какая история будет доступна на Ютубе, в Википедии и на всех других сайтах нашего любимого интернета. Делайте выводы. Илон Маск поступил исключительно из коммерческих интересов. Возможно, к этому добавились какие-то его эмоциональные переживания, но я бы не считал Илон Маска на этом основании каким-то там другом России. А с другой стороны, вы же видите, как ведет себя украинская власть. Любое малейшее зарабатывание денег на территории России транснациональной компанией, которая делает бабки в Японии, в Польше, в Австралии, в Таиланде. Но если они какую-то часть денег получают в России и в России платят капелюшечку налогов, все, Украина поднимает вой, вопли, о ужас, это должно быть закенцелено, прекращено. У этой компании мы не можем покупать ни одежду, ни бытовую электронику, ни технику, ни продукты питания, ничего. Оказывается, в обратную сторону это не работает. Жители Брянска подтверждают, что в городе после атаки дронов загорелся один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники Кремний-Л. Хотя бы по таким новостям мы вспоминаем, что у нас еще есть производство микроэлектроники. В Москве, на Кусковской улице, в районе Новогиреева, это мой район, правда, другая его часть, более отдаленная от меня, этой ночью тоже что-то мощно горело, потом сообщили, что это здание федеральной таможенной службы, потом сообщили, что это не в здании горит, а в складских помещениях на территории. В общем, так или иначе, диверсионная активность противника продолжается и в столице, и в приграничных территориях, и по всей стране. Видео и фото пожаров в здании Федеральной таможенной службы, Калининград. Знаете, все-таки это удивительное время, в котором мы живем. Сейчас вот эти вот исторические аналогии мы можем понять, как никогда раньше. вот эти рассказы про сталинские репрессии, про то, как людей сажали и расстреливали за малейшее воровство и провинность. С одной стороны, у нас идут боевые действия. Надо мобилизоваться, надо сплотиться, все для фронта, все для победы. Как в такие времена могут быть такого рода новости? Калининград. Эта милая женщина, заведующая поликлиникой Калининградской центральной городской больницы, то есть это не где-то там в далеком селе, это центральная региональная больница. Она попалась на взятках и, по версии следствия, сколотила целую врачебную ОПГ. Три года назад во время коронавируса российские чиновники начали продвигать тренды. Врачи наше все, это наши герои, трали-вали. Вот лицо современной медицины. Вот оно. Целое ОПГ по вымогательству денег из пациентов. Главврач одной из клиник в Казани не имел образования по профилю лечебное дело иммунальная терапия. Об этом стало известно после того, как в ведомство поступило обращение с сомнениями в подлинности дипломов этого врача. То есть очевидно, что люди начали жаловаться, и я вас всегда призываю, не терпите беспредел, жалуйтесь, требуйте, добивайтесь, мы вам поможем, чем можем. И только после жалоб проверили, оказывается, да, человека взяли на работу, он много лет работал, хотя реально врачебного образования он не имел. Вы понимаете, что мануальный терапевт, он мог человека в буквальном смысле отправить на тот свет. Не в ту сторону сустав выгнуть и до свидания. Администрация Красноярска закупает дорожные знаки почти в два раза дороже их рыночной стоимости. Прокуратура и антимонопольная служба отказываются рассматривать вероятные нарушения чиновников. Знак по 4300 рублей. Почему такие цены? Почему такие цены, если чиновники закупают их в разы дороже, чем можно купить в интернете? И никто не хочет реагировать. Товарищи активисты, берите под свой контроль вопросы, составляйте обращения к депутату и мы их будем рассылать. Это задача для нашей коллективной деятельности. Не хватит времени ни на что. Жизни не хватит, чтобы заниматься всеми проблемами. Но если мы объединимся и каждый свою лепту будет вносить, по маленькому кусочку можно и слона съесть. Цены на бензин продолжают бить рекорды. 95-й 67-80 копеек, 92-й почти 60 рублей, дизель почти 80, газ 30-ка. Цены на бензин и дизель в Волгодонске. А мы точно нефтяная держава, спрашивают подписчики. А теперь внимание, новость, которая должна привести по-хорошему к отставкам и даже посадкам. суточная переработка нефти в России с 24 по 30 августа снизилась почти на 240 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей. Что такое переработка нефти? Это когда из нефти получают бензин, керосин, асфальт, мазут и все остальное. Если переработка нефти снизилась, вот она главная причина роста цен на бензин, как можно в таких условиях тяжелейшего экономического кризиса, как можно сейчас сокращать переработку нефти? На чем это вообще основано? Как это возможно? Я убежден, что если бы наше государство отстаивало народные интересы, и мы должны добиться, чтобы оно отстаивало наши народные интересы, эволюционным путем, революционным путем, это уже кто хочет пусть спорить, мы должны в любом случае знать, чего мы хотим, и вот подобные вещи должны четко стать недопустимыми, когда вся страна в шоке от роста цен на бензин, он же и так стал дорогим, но вы его перерабатывайте больше, зарабатывайте деньги, перерабатывайте, продавайте нам бензин, ну немножко-то хоть подешевле, нет, они усиливают дефицит, потому что сокращают переработку нефти, люди в камуфляжной форме и балаклавах начали проверять оплату проезда в Челябинске, на форме нашиты эмблемы с латинской буквой Z, дружинники помогают контролерам, они появляются в общественном транспорте, где нет кондукторов, вот это очень интересная новость, которая отчасти касается того, о чем говорила Памфилова и как мы это обсудили. Парни чувствуют, что надо как-то поучаствовать в жизни страны, кто-то массово участвует, плетет сети маскировочные, кто-то помогает медикаментами фронту, кто-то другими какими-то моментами участвует. У нас, кстати, в телеграм-канале я делал репост по просьбе товарища. Благотворительный фонд спасибо маме за жизнь сейчас активно развивает эту сеть. Сообщество людей, которые помогают плести сети, они обучают и предоставляют помещения, материалы, присоединяйтесь, у кого есть такая возможность, и тоже помогайте плести сети. Так вот, люди начали заниматься вещами, которые на фронт напрямую не влияют. Они знают, что есть беспредел определенный в общественном транспорте, они туда пришли. Я очень хочу надеяться, что в ближайшем будущем мы услышим, как эти фронтовики и просто сочувствующие патриоты от слов и повторения рассказов Соловьева, Подоляки или там каких-то других блогеров переходят к делам и начинают разбираться с нелегальными мигрантами, с наркоторговцами, с нарушителями правил дорожного движения, как у нас чинуши любят парковаться прямо на газонах и многими-многими другими моментами. И вот эта народная волна может стать реальным фактором перемен в нашей стране. Поэтому с одной стороны поддерживаю обеими руками, с другой стороны следим и имеем ввиду, что будет однозначно наломано много дров. Потому что этих людей нет официальной единой программы статуса, идеологии и так далее. Кто во что гораст. Такое народное ополчение в разной одежде, форме, с разным вооружением, кто-то с вилами, кто-то с топорами, кто-то с мушкетами и так далее, и так далее. И поэтому кто-то за Путина, кто-то сомневается, кто-то против. И все эти люди сейчас, конечно же, будут вести себя совершенно по-разному. Дети из томского поселка половинка не могут добраться на учебу из-за нехватки водителей школьных автобусов. Автобус есть, но дети не могут добраться, потому что водить автобус некому. угадайте, в чем причина. Как обычно, в таких историях мы узнаем вдруг, что нет денег на водителя. Зарплата 4 тысячи рублей, 4, 5, 7. А как человек работать будет, если такая зарплата? почему чиновники не могут добиться нормального денег нет, но вы держитесь? То есть, понимаете, в чем беда? Сидит директор школы и не может реализовать право детей на образование. И он думает, надо пойти к главе района, попросить деньги. У главы района нет денег, что он должен делать? он пойдет к своему начальнику, губернатору и скажет, товарищ губернатор, у нас такая тяжелая проблема. Губернатор скажет, блин, у нас денег нет, но я пойду еще выше. Пойдет к Силуанову в министерство финансов и скажет, вот у нас по таким, 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 таким вопросам очень экстренно не хватает денег, давайте решать этот вопрос. Но это же страшно идти к начальнику. И вот по всей этой цепочке проще сказать, да вам государство ничего не должно, сами решайте свои вопросы. То есть та система государственная, которая существует, она даже не предполагает решение вопроса, она предполагает, что проще сказать людям, да пришли вы, короче, как-нибудь сами разберитесь, пусть кто-то из отцов получит права, сядет за баранку и ездит, водит, возит детей в школу. Ситуация с общественным транспортом в Чурилово, ожидаемо усугубилась после 1 сентября, жителями к району доведены до отчаяния, поездка на работу и на учебу каждый день превращается для них в настоящее испытание. Замминистра транспорта региона шарлатан-реформатор Егоров, создавший эту проблему, на жалоба людей отвечает отписками и заверяет, что все будет хорошо, но все становится только хуже. По всей стране, спасибо Собянину, внедряется оптимизация в образовании, в здравоохранении, сейчас мода это транспорт. Долгое время были скандалы в Новокузнецке, Сибирь, зима, температуры минус 25, минус 30, это просто вот норма, бывает и гораздо ниже. люди по 40-50 минут, по часу ждут свой автобус, опаздывают на учебу, опаздывают на работу, автобус приезжает, они в него влезть не могут, что за беспредел, а эта власть решила, что слишком много автобусов, слишком много денег выделяется. Никого это ничему не научило, они продолжают в других регионах заниматься тем же самым идиотизмом, потому что люди терпят. Вот какие-то блогеры, журналисты используют такие жесткие выраженницы, шарлатан, реформатор, а большинство людей смотрят какие-то сериальчики, они политикой не интересуются. И понятно почему, потому что политики за последние 50 лет столько обманывали нашего человека, что мама не горюй. Политики манипуляторы, которые хотят присосаться к кормушке, которым плевать на наше общество, наши национальные интересы. Просто наплевать. И, конечно же, общество должно найти в себе силы, оставить вот эту обиду, сбросить с себя оковы бессилия и начать требовать. С началом учебного года в Перми случился транспортный коллапс. На 65-й автобус не могли попасть все желающие школьники остались на остановке. Ну, а чё? Ну, пешком дойдут, правда ведь? Зачем автобусы? Зачем автобусы? Логика, вдумайтесь, если у вас на автобус целая очередь, ну, наверное, люди, ну, много людей, значит, ради многих людей можно запустить больше автобусов, и автобусы окупятся. Почему-то этого не происходит. Даже рыночная экономика, которую нам тут рассказывают, даже она не может справиться с идиотизмом чиновников. Просим Павла, передаю приветы, просим Павла озвучить продолжение проблемы незаконного строительства перехода в притык к дому 38 полюса октября речи о городе Реутов. Вот жильцы, активисты, красавчики организовались, наняли юристов, все по полочкам разложили. Я уже несколько раз про эту тему вам рассказывал и поддерживаю их там репосты делаем и все остальное. Главное, до выборов губернатора Подмосковья надо успеть, а на безопасность наплевать и все в угоду губернатору Подмосковья Воробьеву. Имеется очевидное нарушение законодательства РФ, градостроительного комплекса, жилищного кодекса, свода правил утвержденных Минстроем, Санпинов, строительные нормы и правила. Объект не введен в эксплуатацию, но перед выборами его берут и открывают. Это все равно, что открыть еще не построенную школу или детский садик. Теперь понятно, почему депутатские запросы, почему жалобы остаются без реакции. Да потому, что это все делается ради выборов. Ради губернатора Воробьева и всей там его шайки-лейки. Очень хочется верить, что в какой-то момент все эти истории окажутся на столе у прокурора, а люди, которые такие варварские методы игнорирования интересов общества себе позволяют, окажутся в местах не столь отдаленных. Посмотрим, что ответит Бастрыкин, посмотрим, что ответит администрация, президенты и все остальные. Челябинцы заявили, что после скандального утепления фасадов на полмиллиарда рублей, они столкнулись с сыростью, черной плесенью и подтеками в квартирах. Возмущенные жильцы сняли наглядные фото и видео. Конечно, жилые помещения, в которых развивается плесень, становится опасно для проживания. Плесень выделяет воздух споры, люди, которые этим воздухом дышат, будут иметь тяжелейшие проблемы с иммунитетом, аутоиммунные заболевания, даже онкологические заболевания не будут в состоянии хронического отравления, инфицирования. Это очень плохо. И за это никто не несет ответственности. То же самое, как над транспортом издеваются по всей стране, так же и над жильем издеваются по всей стране. Ради денег. Вот это надо всегда держать в уме. Наши чиновники преследуют одну главную цель. Заработать как можно больше бабла. В Калининграде коммунальщики подали в суд на пятилетнюю девочку. Ну, а что такого? Если она числится как владелец квартиры, она же должна платить, правильно? Ну, вот, подаем на пятилетнего ребенка. Никого ничего не смущает. Причем, понимаете, таких историй мы уже наслушались на самом деле, опять же, из разных регионов. Коммунальщики регулярно подают на вдов спецоперации. женщины, которые лишились своих мужей на фронте, на многодетных матерей, все что угодно. Даже немножечко мысли не проглядывает, что могут быть какие-то проблемы в связи с этим. а по-хорошему, эта мысль должна сразу возникать у них в голове. Собянин анонсировал представление искусственного интеллекта каждому школьнику. Мэр Москвы заявил, что следующей целью в развитии Московской электронной школы является персонифицированный подход каждому ученику с помощью искусственного интеллекта. «Система будет помогать ребятам, выдавая рекомендации с учетом их интересов и способностей», написал он после посещения в Москворече Собурве нового здания школы номер 1579 вместе с премьером Мишустиным. Всего пользователями Мэш являются почти 3 миллиона человек или 20% населения Москвы. Персональные образовательные траектории, о которой говорит Собянин, резко критикуют многие эксперты. Они считают это сегрегацией детей по умственным способностям с помощью технологии искусственного интеллекта. Еще в 21-м году министр цифрового развития РФ Шадаев прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, особенно на селе, поэтому его заменяют цифрой. И это тоже к выборам. Вот этот беспредел, этот бардак, это издевательство над школьниками специально к выборам делается. С одной стороны, они рассказывают премьер-министру и президенту о том, сколько денег сэкономили и как мы вообще движемся в будущее. Ведь эти все инновации, они называются эксперимент, эксперимент в сфере образования, там, трали-вали. когда спрашиваешь, где результаты вашего эксперимента, где анализ уровня знаний, мнение учителей, мнение менеджеров, там, администраторов, где что-то вот не бла-бла-бла, болтовня какая-то, где доказательство того, что это правда нужно, важно, целесообразно. Нет, ничего такого. Это настоящая халатность. И когда мы вдруг выясняем, инженеров нет у нас, программистов у нас нет, у нас нет врачей, у нас нет химиков, у нас никого нет. У нас дефицит самых... Вот у нас огромный дефицит тех профессий, для которых нужно долго учиться. Огромный дефицит. Никто не виноват. Собянин выйдет и будет опять рассказывать, что у нас все по плану. Я напомню, за два месяца перед коронавирусом, перед началом пандемии, Собянин выступал в Мосгордуме и говорил, ну оптимизация наша все. Мы могли бы вообще ничего не делать, но тогда ведь у врачей зарплата осталась бы малюсенькая. А вот мы сделали и теперь медицина у нас расцвела и зарплаты поднялись. А зачем эти койки? Ну на это бред, не нужны нам никакие койки. Мы все оптимизируем и это хорошо. Никаких извинений он до сих пор за это не принес. Моя эмоциональная оценка настоящий отморозок. Где наша школа? В Карелии родители записали видеообращение к Путину. Меня это честно говоря немножко удивляет. Я вот в начале ролика уже иронизировал по поводу того, что чиновники как бы это помягче сказать не могут чуть-чуть наперед подумать. Мы с вами это обсуждали еще весной. Товарищи родители, лето это главное время, когда нужно спрашивать, когда нам школу откроют. Ну сейчас это уже не, слава богу, что хотя бы сейчас записали. Ну где вы были весной? Вы же видите, стройка остановилась, значит школы не будет. Почему вы полгода назад не записали видеообращение весной, летом? почему вы только в сентябре об этом вспомнили? Я все, конечно, понимаю, но товарищи, мы должны на себя тоже брать хоть какую-то ответственность. Головой надо думать. Очень надеюсь, что чиновники начнут шевелиться, потому что открытые обращения группы лиц все-таки серьезно. По факту у нас катастрофически не хватает места, дети учатся в коридорах неудобных маленьких классах с плохим освещением, то есть неудобно это будет плохая осанка, плохое освещение, это будет плохое зрение, это будут больные дети. Это вопрос не просто, что они будут плохо научены, это вопрос того, что у нас будущее страны калечат благодаря чиновникам. В начале учебного года из школы номер 3-38 Невского района Петербурга одновременно уволились 17 учителей. К началу учебного года школа потеряла четверть преподавательского состава. Родители и учителя считают, что данная ситуация связана со сменой руководства, а родители беспокоят увеличение числа первых классов. К сожалению, кабинетов не хватает. Занятия проходят даже в спортзале. Учителя же страдают от усиленной нагрузки сокращения стимулирующих выплат. То есть у нас вообще российская система школьного образования живет по принципу подушевого финансирования. Есть у вас 100 детей, вот вы получаете столько-то денег. Есть у вас 200 детей, вы получаете в два раза больше денег. Есть у вас 500 детей, вы получаете еще в 2,5 раза больше денег. То есть финансирование школ напрямую зависит от числа учащихся. Если у вас стало больше учащихся, как вы могли получить сокращение выплат. Мое предположение простое. Кто-то ворует. Вот вы говорите, что сменилось руководство. Я предполагаю, что пришел какой-то эффективный менеджер, который начал на место учителей трудоустраивать своих родственников и начал воровать. В Саратовской области в две смены функционируют 53 школы. Нам же национальные проекты еще 10 лет назад, в 11 году, 12 лет назад были подписаны знаменитые майские указы и обещали, что ликвидируют все школы в две смены, которые работают, что только дети должны учиться нормально в первой половине дня. В 22 году было в регионе более 70 школ, которые функционировали во вторую смену. Сейчас их 53, сообщил губернатор Роман Бусаргин, то есть вроде как говорят, что все нормально, все хорошо. Но простите, почему вы за 12 лет не справились с этой задачей? Петиция за установление пятидневной недели в школах Татарстана. Петицию за пятидневку в школах подписали почти 20 тысяч человек. Родители утверждают, что их дети не успевают проводить время с семьей за один выходной в неделю. Знаете, что это такое? Это безысходность. Когда в школу запихнули разговоры о важном, цифровую грамотность, финансовую грамотность, факультативные все занятия, а детям нужно готовиться к игре еще с репетитором и так далее. Ну хорошо, сейчас отменят вам субботы, будет ребенок учиться по 8 уроков в день. Ваши дети это повод освоить бюджетные деньги. Если вы этого не понимаете, все очень и очень печально. Хотя бы взрослые должны ради детей начать думать головой. Вы должны не требовать, чтобы у вас вместо шестидневки оказалась пятидневка. Вы должны требовать смены курса развития образования. Когда Собянин говорит, что детей будет учить искусственный интеллект и для всех будут индивидуальные траектории, о чем он говорит? Что вашего ребеночка проверят, скажут, о, у него талант, чтобы он глубже изучал историю и литературу, но существует в ГОС, в который входят минимальные программы, образовательные результаты, которые каждый ребенок должен усвоить. Соответственно, ваш ребенок должен будет учить все уроки, которые он сейчас учит, и дополнительно у него будет несколько уроков истории и литературы. И родители этому даже рады, потому что можно будет меньше тратиться на репетиторов, ребенок будет больше заниматься в школе тем предметами, которые ему нравятся, и все остальное. Есть одна проблема. Время нерезиновая, силы ребенка нерезиновые, запасы здоровья в организме нерезиновые. И когда ребенок вот эти вся куча предметов индивидуальных и разговоров о важном и цифровой грамотности все это запихнули в учебную программу, вдруг оказалось, что каждый день у него по 7-8 уроков. И что ты там не делай с этим ребенком, у него обязательно будет. Плохое пищеварение, плохой иммунитет, плохая работоспособность. Может быть, он отучится 11 классов, может быть, он до 25 лет проживет, и он этого не почувствует, но уже в 30 он будет бегать по психиатрам, он будет сидеть на таблетках, он будет тяжело болеть. Огромная часть населения нашей страны уже через это проходит. Спасибо нашим реформаторам, спасибо тем, кто организует учебу, готовит будущее для наших детей. Вы же новых нарожаете, что вам? В Петербурге 13 школьников оказались в больнице из-за острой кишечной инфекции. Чуть позже вышла новость, что их уже не 13, что их 20 с чем-то. Пожалуйста, школьники. В Кировском районе Петербурга началось санитарно-педемиологическое расследование. После инфицирования 17 человек острой кишечной инфекцией в школе номер 608. Класс, правда? Учебный год только начался, это уже пятый скандал, связанный с некачественным питанием для наших школьников. Маша Хрусталева, которая впала в кому после того, как подхватила рота вирус на Черном море, скончалась. Я вам рассказывал эту печальную историю. Родители доверились рекламе. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Отдых в России. Зачем вам Турция? Зачем вам Египет? Россия the best. В Турции, в Египте хватает проблем? Хватает. Там даже акулу может съесть. Но я не слышал историй, чтобы в Турции кто-то поплавал в море, потом умер от того, что подцепил там какую-то инфекцию. А вот про то, что канализационные стоки в нашем Краснодарском крае и даже в Крыму выходят прямо-таки на пляж. Вот про это я слышал. Девочка подцепила не какую-то там инфекцию от птички. Она в водичке поплавала. Она подцепила инфекцию, которая попала туда от людей. Национальный центр медицины в Якутске оштрафовали на 80 тысяч рублей за необеспечение безопасности, что повлекло смерть работника. Человек умер. 80 тысяч рублей. Это цена вашей жизни. Любой из нас может быть на его месте. Любой из нас. Вы, ваши родители, ваши дети, ваши друзья. 80 тысяч рублей. Вот это мразота, чинуша, не стал тратить деньги и силы, чтобы счистить льдины с крыши. Подождали, подождали, авось пронесет. Эта льдина упала на человека и его убила. Какую ответственность понес руководитель? 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Я даже это... Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что у всех пострадавших выявлен стафилококк. Для изготовления шаурмы использовалось сырье неизвестного происхождения. Ранее сообщалось о смерти одного человека от отравления шаурмой. Во! За последние две недели это уже какой? Третий случай? Четвертый? Именно отравление в общепите. Репост «Чтобы знала вся Россия». В Адыгее «Достояние природы», часть Кавказского заповедника, плато Лаганаки собираются застроить курортом. Это приведет к печальным последствиям. Ученые об этом написали целое письмо президенту с научным разъяснением. Экоцидный проект еще можно остановить. Товарищи, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делать репосты. В поддержку тех людей, кто борется по самым разным проблемам. Если мы едины, мы непобедимы. Вместе мы сила. Хватит уже бухтеть на тему того, что мы не можем ни на что повлиять. О, выборы, на них нет смысла ходить. Да, выборы сейчас за исключением почти трех регионов. Почти нигде там нереально повлиять. Ну, ладно, может быть, пять регионов из 89. Это смешно просто. Когда все политологи обсуждают, кто же в Москве победит на выборах. Ну, в смысле Собянин-то понятно. Победой считается, кто займет второе место. Зюганов или Гусев Справедливая Россия или Дованков Новые Люди. Чей же пиар окажется сильнее? Серьезно? Вы называете выборами историю, когда вообще нет конкурентов у Собянина? Что за бред? Допустили бы всех независимых кандидатов. Может быть, была бы другая какая-то картина. Короче, в локальных вопросах людей надо поддерживать, потому что в локальных вещах добиться результата возможно. А жители Хакасии, Алтая, Архангельской области, Якутии реально могут пойти и надавать по рогам Единой России. В некоторых регионах конкурентные выборы еще существуют. Я очень надеюсь, что вы интересовались и уже знаете, какие кандидаты достойные есть в вашем районе. В Московской области пресекли канал фиктивного учета мигрантов. Знаете, довольно много в последнее время приходит новостей о том, что раскрываются сети регистрации мигрантов и все остальное. Я убежден, что это наша общая заслуга. Несколько лет люди говорили, 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 говорили. Наконец-то масштабные облавы сажают в том числе полицейских, чиновников, которые за этим стоят. Я очень надеюсь, что это не заглохнет, а будет продолжаться. Продолжаются рейды в этнических общепитах Хабаровска. Ценнейших иностранных специалистов приходится буквально из нор доставать. На видео только из одного кафе задержано 45 иностранцев, среди них 5 мигрантов находились нелегально. Номинант премии Оскар, режиссер мультипликации Константин Бронзит о том, можно ли полностью заместить голливудскую анимацию российскими мультиками. Мне кажется, это будет трудно сделать даже при увеличении финансирования. По моим ощущениям, наша индустрия сегодня занята работой где-то на 95%. Я не знаю безработных среди хороших и даже средних специалистов. Мне кажется, индустрия работает на пределе возможностей. Наверное, если напрячься, мы могли бы выпускать в год не 10, а 12 полнометражных мультиков, но 20 в два раза больше. Точно нет. Товарищи, вот это диагноз того, что у нас в стране происходит. Что люди и специалисты уже работают на пределе сил. И это касается даже не полетов в космос, это элементарные мультики. Даже в сфере мультиков у нас нет никакого запаса мощностей. Владимир Владимирович, вы же рассказывали, что в Советском Союзе только калоши производили. Но в Советском Союзе была мощнейшая кино и мультфильм индустрия. Советские мультики вдохновляли мировых авторов фильмы, мультики. Японское аниме корнями уходит в российские мультики. Ну, то есть это большая тема. И ё-моё! Ё-моё! Сегодня на УАЗе торжественно открыли автомобильный завод Солерс Карка. Там будут выпускать малотоннажные грузовики под маркой Солерс Арка. Завод даст региону 350 рабочих мест. Сумма инвестиций 1 миллиард. На этот год в планах сделать 2000 автомобилей. За три года выйти на производство 10 тысяч грузовиков. Ну, хоть какой-то заводик у нас появился. Прям чудо-чудное, диво-дивное, дорогие друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Берегите себя. Вместе мы сила, вместе мы победим. Пока! Пока!